Теперь задача еще посложнее. Сколько различных слов может составить из слова «молоко». Запишем его. И теперь у нас три одинаковых буквы. О1, О2, О3, занумеруем их. Пусть мы получили какое-то слово. Л-О-К-М-О-О. Здесь первое О, здесь второе О, здесь третье О. Можем такое же слово записать, только здесь первое О, здесь третье, здесь второе. Еще одно такое слово запишем. Здесь второе, здесь первое, здесь третье. Еще можем такое слово записать, переставив буквы О. Здесь второе, здесь третье, здесь первое. Еще можем. Здесь третье, здесь первое, здесь второе. И последний вариант, который у нас возможен, здесь третья, здесь вторая, здесь первая. Все эти слова у нас соответствуют слову L-O-K-M-O-O, когда мы не номеруем буквы О. То есть у нас шесть слов соответствуют этому слову. Окей, теперь давайте посчитаем, сколько у нас всего способов. Если номеровать буквы О, считать, что они все разные, то у нас шесть позиций. На первой мы ставим одну из шести букв, то есть у нас шесть вариантов. На второе место ставим одну из оставшихся пяти. Ну и так далее. По правилам произведения перемножаем, получаем, что у нас всего слов, если бы все буквы разные были, шесть факториалов. Но в данной задаче у нас буквы О три. И нужно посчитать, сколько у нас способов расставить буквы О между собой. То есть какую из букв О мы встречаем первой, какую из букв О второй в слове и в какую третьей, пробегая слово слева направо. Например, ну вот тут вот мы, например, встречаем сперва О два, потом О один, потом О три. То есть мы их ставим между собой как-то по порядку. Какая встречается первая, какая вторая, какая третья. То есть у нас три позиции, так как три буквы. На первой мы выбираем одним из трех способов, на вторую один из оставшихся двух и последняя на последнее место. То есть у нас три факториал одинаковых слов, то есть шесть. Что мы здесь как раз узнали. Шесть слов соответствует одному. То есть мы вот это вот одно слово посчитали шесть раз, просто переставляя буквы О в разном порядке в нашем слове. Следовательно, мы должны поделить на шесть. Значит у нас итоговый ответ. Вот это число делить на это, то есть шесть факториал делить на шесть. Или что то же самое, шесть факториал делить на три факториал. Но шесть факториал это у нас семьсот двадцать, три факториал это у нас шесть. Получаем ответ сто двадцать слов. И последняя задачка такая, в данном блоке задачка BOSS, сколько разничных слов можно составить из слова математика. Давайте его запишем. У нас здесь очень много повторяющихся букв. У нас здесь две буквы M, занумеруем их. Три буквы A, тоже занумеруем их. Две буквы T. И три оставшихся, не повторяющихся буквы E и K. Давайте сперва посчитаем, что у нас все буквы различные. Вот мы их занумеровали M1, M2, A1, A2, A3 и T1, T2. И посчитаем, сколько у нас всего различных слов. У нас всего десять букв. То есть у нас десять позиций. Такую задачку мы уже много раз решали. На первое место мы выбираем одну из десяти букв. То есть у нас десять способов. Допустим, мы эту выбрали на вторую одну из оставшихся девяти. На третью одну из оставшихся восьми. У нас четвертая, одна из оставшихся семи. И так далее. То есть мы перемножаем. Правило произведения. Мы это все перемножаем. Получаем, что если бы у нас все буквы были различные, то у нас ответ есть факториал. Как мы уже выяснили в предыдущих задачках, если у нас две одинаковых буквы, то мы должны делить на два. Дальше у нас идут три одинаковых буквы. А1, А2, А3. В прошлых задачках мы выяснили, что должны мы делить на три факториал. Здесь тоже правильнее написать два факториал, чтобы не путаться. И Т1, Т2. Это мы еще должны делить на два факториал. То есть мы отдельно рассматриваем случаи, как мы можем переставить местами буквы М. И видим, что мы посчитаем так дважды все слова. Как мы можем переставить буквы А местами, видим, что посчитаем трижды все такие слова. Ну, три факториал, точнее. И как мы можем переставить Т1, Т2 между собой, и видим, что мы дважды посчитаем такие слова. Значит у нас итоговый ответ Это количество всех различных слов 10 факториал Делить на Количество повторений слов Когда мы переставляем буквы m То есть на 2 факториал Также делим на количество повторений Когда переставляем буквы a То есть еще делим на 3 факториал И когда мы переставляем между собой буквы t То есть делим еще на 2 факториал Да, в итоге у нас Ответ получается 10 факториал делить на 2 факториал, делить на 3 факториал, делить на 2 факториал. И теперь мы можем, собственно, любую задачку такую решить. Просто понимаем, что если у нас какая-то буква повторяется n раз, мы делим на n факториал. То есть, если у нас вот та бы повторялась, например, 4 раза, мы бы поделили на 4 факториал. Т бы повторялась 5 раз, мы бы поделили на 5 факториал. И в таких задачках мы должны всегда отдельно рассматривать каждую повторяющуюся букву. И тогда ждет успех. Продолжение следует...